Всем привет! Сегодня запускаем стейкинг НИР протокол. Это будет короткая видео инструкция, как запустить стейкинг. Посмотрев данное видео, вы самостоятельно сможете это сделать. У меня на канале уже есть множество разных монет и видео инструкции к ним, как запустить стейкинг. И сегодня пришла очередь НИР протокол. Монету НИР протокол я хотел запустить в стейкинг еще в прошлом году. Но в прошлом году, когда у нас был бычий рынок еще, НИР стоил от 10 до 15 долларов. Я очень хотел его сильно подбирать еще по 10, но не стал это делать. И очень хорошо, потому что сейчас на рынке у нас идет большая распродажа, скажем так, и НИР стоимость его 2 доллара. Ну, за последние несколько дней он хорошо так вырос, потому что стоил он и 1,50 и 1,20. А я в рамках рубрики Крипта за 15 регулярно покупаю крипту. И сегодня мы с вами купим на 15 USDT монету НИР протокол. Давайте перейдем в раздел, то есть на Binance. И видим, что у меня на балансе есть 36,5 монет НИР. Сейчас еще на 15 USDT я докуплю монетку НИР протокол. И дальше запускаем стейкинг. И вот на графике мы видим, что в последнее время НИР хорошо так пошел в рост. Но я ожидаю, что в будущем мы увидим более высокие показатели. Ну, как минимум, то, что уже было. 10-15 долларов. А сейчас у нас 2. Ну что ж, на 15 USDT я сейчас возьму по рынку 7 монет НИР. Нажимаем Buy NIR. Все, ордер успешно выполнен. И на балансе у меня есть 43,5 НИР. А теперь переходим к созданию кошелька НИР протокол. Я буду использовать в связке с Ledger. Но если у вас нет Ledger, ничего страшного. Но если у вас есть, то подключаем данный кошелек к компьютеру. Далее заходим в приложение Ledger Live. И здесь переходим в настройки. Дальше экспериментальные функции. И здесь надо включить режим разработчика. Дальше идем в мой Ledger. Вводим пин-код на данном кошельке. И здесь мне надо установить приложение НИР. Вот оно, нажимаем установить. Готово, Ledger настроен. Сейчас переходим уже к созданию самого кошелька. Через сайт CoinMarketCap переходим на официальный сайт nir.org. Здесь нажимаем кнопку Create Account. Нажимаем кнопку Get Started. И вот здесь нам надо выбрать. Мы используем мнемоническую фразу или кошелек Ledger. Если у вас есть Ledger, я бы на вашем месте использовал Ledger. Если его нет, то можно по мнемонической фразе. Я думаю, все вы это знаете. Как Tron создавали, как другие кошельки, как MetaMask. Просто записываем 12 слов или сколько их там будет и все. Так, я нажимаю Ledger. И дальше создать аккаунт. Убедитесь, что ваш Ledger надежно подключен. Нажимаем соединить. Дальше подключение. И Ledger подключен. Здесь нажимаем продолжить. Ну что ж, буквально в два клика мы с вами создали кошелек NIR. Сейчас попробуем его пополнить. Отправим тестовый 1 NIR и проверим, как все работает. Для этого нажимаем здесь получить и копируем данный адрес. Переходим в Binance и нажимаем здесь вывод. Дальше NIR. Дальше адрес вставляем. Минимум 0.2 NIR, но я отправлю 1 NIR. Комиссия будет 0.01. Так, нажимаем вывод. Проверяем все еще раз и нажимаем Confirm. Дальше проходим двухфакторную защиту и подтверждаем вывод. Транзакция прошла успешно, баланс пополнен. Все прошло гладко. Сейчас я переведу оставшиеся монеты и мы продолжим. Итак, вводная часть закончилась, кошелек пополнен. Я думаю все эти создания кошелька, переводы, все вы давно уже это знаете. Ну для галочки я показал как это делать. А сейчас переходим уже непосредственно к самому стейкингу. Я же лично буду использовать стейкинг от валидатора Allnots, потому что я давно уже с ними как бы двигаюсь. И видим, что Allnots предлагает нам 11% годовых в монете NIR. Отлично, меня устраивает. Возвращаемся в кошелек NIR и просто переходим в вкладку Staking. Нажимаем кнопку Staking NIR. И здесь нам надо найти по названию нашего валидатора. Ну можем выбрать из списка конечно же любого интересующего, но меня интересует конкретный. Вот у нас есть Allnots. Смотрите, у них комиссия 0. Что такое комиссия? Вот этот валидатор будет взимать 10% от вашего профита. То есть допустим заработали 1 NIR, 0, 10, то есть 10% отдайте валидатору. Этот 10%, этот 3%, этот 5%, этот и вовсе 100% забирает. То есть все, что люди в него стейкают, все забирает он. Да, интересно. Ну что ж, Allnots. Нажимаем здесь выбрать. У Allnots видим комиссия валидатора 0, но в будущем конечно же она может измениться. Все, нажимаем Staking с валидатором. Здесь надо выбрать сколько отправляем в стейкинг. Нажимаю максимум. Но, чтобы вы понимали, максимум ни в коем случае не отправляем, потому что надо оставлять немножко NIR на комиссии. Потому что комиссия в сети NIR отплачивается монетой NIR, а любая транзакция должна быть оплачиваема. Соответственно, надо что-то оставить на балансе. Поэтому я отправлю в стейкинг 42 монетки NIR. Для начала. Нажимаем подтвердить стейкинг. Еще раз нас просят проверить, что вы отправляете 42 NIR валидатор Allnots. Да, подтверждаю. И надо опять эту транзакцию подтвердить кошельком Ledger. Вот чем хороши эти кошельки, потому что без кошелька ничего не сделаешь, по сути, получается. Сейчас на кошельке нажимаю подтвердить. И вот все, пошла обработка. Все, готово. 42 монетки NIR отправлены в стейкинг. Под 11% опиар. Ну что ж, мы с вами запустили стейкинг NIR протокол. Как видите, делается это буквально в два клика. Что дальше? Дальше будем ждать первые начисления. Первые начисления я опубликую у себя в Telegram канале. Ссылка в описании. Или здесь где-то есть QR-код. Можете отсканировать и перенестись в мой Telegram. Дальше я поставил перед собой цель. Это 250 NIR. Именно к этой цели мы с вами здесь будем двигаться. Через месяц сделаем первое видео, в котором подведем итоги, сколько получилось настейкать за месяц монет NIR. Ну это все можно посчитать по калькулятору, конечно. Но зачем? Снимем видео, посмотрим, что получилось. Ну что ж, ребят, на этом я буду заканчивать. Если вам было интересно, поставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте в комментариях под видео. Всем отвечу. Все. Всем пока.